Пятый том книги «Открытым оком», вопрос номер 1437. Случалось ли в вашей практике, что кто-то приближался к вашему обществу, приходил, расспрашивал, познавал, а потом исчез, и вдруг выявилось, что он уже член другого общества? Какое чувство тогда преобладает у вас по отношению к этому человеку, который мог быть вашим, а отныне это уже невозможно? Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Такое случалось и не раз, и всегда в этом виноваты именно мы. Если бы мы были, подобно всем проходным дворам-храмам, то эти люди были бы с нами все. Или, как у старообрядцев, кто бы к ним не пришел, лишь бы пальцы двуперстно прижал и согласился принять крещение в погружение их священникам, и он уже их во веки веков. В нас человек ходил, узнавал, начинал трудиться над своей душой, даже еще и в оглашенных не был, а пошел к старообрядцам, они его в течение двух часов приобщили, довершили, то есть подвигнули на проклятие неканьянских ересей. Он приобщился избранности к высшим, и он уже, стоящий у порога вчера утром, смотрит на всех свысока. Он там сподобился без малейшего труда того, что ему здесь еще и не маячило. В душе всегда чувство удушающей горести, жалость, что мог бы, но не состоялся быть ревностным христианином. Он уже не друг и быть им не может. Его учат там с отрицательным моментом. С осуждения всего, что дорого было ему. Он чужой, далекий. И если встречаемся, то разговора вообще нет. Или схватишься с ним за славянский язык, за который он уперто скрывается, не понимая его. Но у нас все иначе. Человек ходит на наши занятия, или даже разрешено ему быть на наших богослужениях. Мы к нему приглядываемся. Он не лишается духовной пищи. Его не торопим. Он и хотел бы быть полностью с нами, принять крещение, а это практически исключено. Нужно пройти полную катехизацию от трех до пяти лет. Это не бедно? А многим хочется сразу в дамки. Они пошли к баптистам. Там ему сказали самое нужное. Что целовать священникам руки не нужно. Что Бог не требует служения рук человеческих. То есть не нужно креститься рукой. И не нужны посты, кресты. Он это срочно ухватил. И уже ему там так легко. Он свою мамону снова распустил через ремень. Так же бреется. Так же не в проворот трапезничает. Есть и спит в волю. Платяшки наши – это по нраву. В человеке ничто не изменилось. Только надменности и превозношение пруд пруди отныне и до века. Или если баптист, то просто укрывается за слово. Нам запрещено с вами разговаривать. У сектантов мнимая свобода еще круче уходить в рабство несвободы. Даже Эрла Штегина они умудряются запрещать своим прихожанам. Даже про Ярла Пести многие не слышали. Там узость какая бывает только у истовых сектантов. И кто бы из наших людей с таким не говорил, всегда услышишь один вопрос об ушедших. А что это с ним сделалось? Недавно одна из таких еще хлеща отмочила претензии ко мне, что ее Нины Константиновны Колесовой фото в первом томе открытым оком поместили, где она с верующими нашими стоит в Потеряевке на Пасху. И теперь она яростно отскребает от себя это знакомство с нами, потому что много-много, что было позаглаза ими сказано о нас. И она уже тамошняя среди своих новых. И вдруг ей пятно несмываемое. Она даже чуть ли не в суд готова запомещенное фото подать, безумству песни петь. А для нее те дни, быть может, единственное светлое место за всю ее жизнь. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok